В эти минуты на площадке Гайдаровского форума проходит дискуссия, посвященная рейтингам России, внешним и внутренним. Там обсуждают, как относиться к таким оценкам, а также обсуждают, в чем плюсы и минусы существующих систем оценки инвестиционного климата. Не исключено, что Россию в ближайшее время понизят рейтинг агентства Standard & Poor's. За обсуждением следит наш корреспондент Анна Гара. Ей слово. Ань, я тебя приветствую. Ну вот как изменится положение России в рейтингах с учетом новых реалий? Я про экономическую ситуацию в первую очередь. Что эксперты говорят? Марьяна, добрый день. Ну вот то, что касается понижения рейтинга от СНП, сейчас, к сожалению, пока еще участники дискуссии это не обсуждают, но они отметили, что не всегда глобальные международные агентства, так сказать, отражают реальность того, что действительно есть в стране. И также понижение суверенного рейтинга России, который уже в шаге от мусорного рейтинга, это повод работать лучше. За министр экономического развития Станислав Воскресенский сказал, что в начале февраля ожидается то, что Всемирный банк пересмотрит методологию оценки рейтингов, и России следует опираться на международный опыт по привлечению инвестиций. Вот Максим Решетников, это министр правительства Москвы, отметил, что инвестиции очень важны для Москвы, и Москва конкурирует со многими столицами за привлечение инвестиций. Я предлагаю послушать одного из участников этой дискуссии, это губернатор Турцкой области Владимир Груздев. ОСИ реализует так называемое рейтингование регионов. Имеет два аспекта. Прежде всего, первый аспект для тех инвесторов, которые приняли решение разместить свое производство, очень удобно, потому что они четко понимают, какие есть сложности, какие есть сроки, и они ориентируются на все эти показатели. А второе направление, это подсказывает органам государственной власти и местному самоуправлению те направления, над которыми стоит еще поработать. Я напомню, что накануне министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил, что вероятность того, что СНП понизит рейтинг России, он достаточно велик. Я напомню, что при таком сценарии крупные инвестфонды будут уходить с российского рынка и забирать облигации и акции. Марьяна. Спасибо, Аня. Наш корреспондент Анна Гара работает на Гайдаровском форуме. К этой теме мы еще вернемся, но сейчас к другим событиям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...